Я помню, на юридической риторике в первый день тоже было много народов, а на комиссии осталось буквально по пальцам. Очень мало людей, это хорошо. Итак, я Мельниченко Роман Григорьевич, кто может быть меня, или нет. И в этом продолжении вашего обучения я буду играть также небольшую роль. Я буду у вас вести дисциплину. Дисциплина, эта дисциплина достаточно древняя. И у меня есть 4 аргумента, исполняю нашу юридическую риторику. 4 аргумента, почему я считаю эту дисциплину стоит послушать, по крайней мере прийти на экзамен. Нет, в эти 4 она не входит, экзамены как бы бонусные. Первая причина такая. Международное право очень стабильное. Концепт стабильности. Ну вот есть дисциплины. Я в прошлом году, у меня был шок, когда я посмотрел у Алины Чихачковой, я взял ее уголовный кодекс. Ну, знаете, вот вопрос, я открыл, и там, знаете, все, все вот поисправлено. Ну, свеженький, я думаю, свежий, голодный кодекс. Открываю, а там все поисправлено. Я говорю, ужин, ну, блядь, преподаватель должен каждому занятию смотреть не с ним изменения. Последнее изменение, гражданное право, это 1945 год. Ну, 50-е, ну, 60-е, вообще свежачок, прям, ну, ну, если вы будете знать международное право, спокойно можете передавать его по генам своим детям, оно у них будет точно так же. То есть стабильность, это хорошо. Это первый. Первый мой аргумент, почему это хорошая дистриция. Второй мой аргумент такой. Это дисциплина универсальна. Что значит универсальна? Ну, например, тоже уголовное право. Оно, да, прекрасное, оно, да, важное. Некоторые из вас будут, вы посвятите свою жизнь уголовному праву. Но это дисциплина, ну, без ну, это просто дисциплина именно российского права. То есть, если вы приедете в Германию, там у них свой дистрафрейд, свое уголовное право. В Англию там у них свое уголовное право. И только одна дисциплина в Англии, во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах, в Америке одна. Это международное право. Это дисциплина, которая универсальна для всего земного шара и для всего населения. Если к вам приедут, а у нас были такие случаи, когда к нам приехал немец из Керни и читал Международное право, ну, студенты уже быстро прослушали мой курс, и мы понимали, я тоже сидел и слушал, что он рассказывает то же, что мы уже слышали. То же самое. Буквально до терминологические термины те же самые. Можно даже немецкий было не знать, но, зная Международное право, можно было понимать, о чем это было. Третий довод. Он такой, знаете, общекультурный. Международное право, если вы посмотрите наш телевизор, я думаю, иностранный телевизор и так же, но я просто не ближе наш. Где-то там 5% про Россию, а 95% про Международное право. Потому что как-то вот россияне очень любят международные отношения. А что там происходит? А почему там у них беженцы? А почему у них там цены высокие? Что-то, вот про Россию очень редко говорят, а про Международное право очень открыт. Задача Международного права этой дисциплины, чтобы, ну как бы, ну это метафора, может, очень сильная, но открыть вам глаза. То есть, чтобы вы видели, что происходит за рубежом именно с позиции Международного права. Опять же, этим летом, опять же, у меня был драматический опыт, я попал в дом, где был телевизор. Я посмотрел программу несколько раз. Ну я просто готовился к этому, очень сильно обнимал, именно чем это может закончиться, для меня как экглоритора, но было очень поучительно с позиции Международного права. Ну например, выступает Дмитрий Анатольевич и говорит по Международному праву. Я делаю файл, файл файл, файл файл, но мучаете вы гражданское право. Римляне, Denny Римляне, которые придумали, и гражданское право давно умерли, они вас простят. Но зачем вы говорите такое слово, как принципы международного права? Ну, видно, что вы их не понимаете. Смотрю дальше. Наш президент, но он же, я думал, что он международник. Он же, вы знаете или нет, он в детстве был в Германии шпионом, разведчиком. Разведчиком международное право должен сто процентов знать. Опять. Ну, вот, хотя бы для самоутверждения, для того, чтобы вы видели, а я знаю, что они врут, или я знаю, что они ошибаются, я знаю, что они просто говорят неправду, вот для этого международный право. И четвертое. Четвертый опыт, но он не связан с лекциями и, пожалуй, даже не связан с международным правом, но мы с Юрием Юрьевичем Витюдневым, а мы будем вдвоем вести его дисциплину на семинарских занятиях, будем развивать у вас одну компетенцию. Компетенция очень важная для международного права, она важная для права вообще и важная для жизни в третьем. Это компетенция поиска. Как что-то найти? Я думаю, у вас у всех есть иногда трудности такие, что-то надо найти, например, документ какой-то, ключи, ну все что угодно. Мы научим вас искать. Даже можно найти свою любовь и смысл жизни. Эта компетенция универсальная. Найти факт 66-го года и найти смысл жизни. Техники от ники. Эти техники мы вам будем давать. Ну все, пожалуй, про... Я уделил большое внимание на введение к лекции. Есть ли какие-то вопросы по введению, по технике, чем вам нужно заниматься? Продолжение следует... Продолжение следует...